Всем привет! Меня зовут Ангелина. Совсем уже скоро будут экзамены ОГЭ и ЕГЭ по математике, поэтому сегодня мы с вами будем повторять те номера, которые особенно вам пригодятся. И сегодня это номер 10, это первая часть ЕГЭ-профиля. Десятый номер на сложную теорию вероятностей. На эту тему есть второй номер из ЕГЭ. Там более простые примеры, а в номере 10 более сложные. Сегодня посмотрим четыре задачи. Первая. В ящике четыре красных и два синих фломастера. Фломастеры вытаскивают по очереди в случайном порядке. Какова вероятность того, что первый раз синий фломастер появится третьим по счету? Давайте сделаем небольшую схему. Итак, у нас есть четыре красных фломастера и два синих. Нам нужно найти вероятность события, что первый раз синий фломастер появится третьим по счету. То есть мы вытянем сначала красный, потом снова красный и только на третий раз синий. Давайте найдем эту вероятность. Итак, первый раз вытянуть красный фломастер будет 4 из 6. То есть вероятность вытянуть в первый раз красный – 4 из 6. Дальше мы будем умножать эту вероятность на последующие, чтобы показать, что вероятность будет складываться именно из вот этих. То есть одно за другим идет, поэтому мы их перемножаем. Они должны быть друг за другом. Итак, мы вытянули один красный. Второй раз тоже снова нужно вытянуть красный. Их уже осталось 3 из 5. Значит, вероятность 3 пятых. И, наконец, вытягиваем синий фломастер. Их два из оставшихся четырех. Две четвертых. Итак, перемножаем все эти вероятности. Четверки можно сократить. Дважды 3 – 6 и 6 сократить. И останется одна пятая, то есть 0,2. Следующая задача. На рисунке изображен лабиринт. Паук заползает в лабиринт в точке вход. Развернуться и ползти назад паук не может. Поэтому на каждом разветвлении паук выбирает один из путей, по которому еще не полз. Считаю, что выбор дальнейшего пути чисто случайный. Определите, с какой вероятностью паук пойдет к входу D. Итак, он должен оказаться у входа D. Давайте проследим весь его маршрут и будем каждый раз вычислять вероятность, с которой ему нужно выбрать нужный вход. Для начала посмотрим, чтобы добраться до входа D, ему нужно проделать вот такой путь. Строго такой. Итак, сначала он начинает ползти. У него есть два варианта. Поползти вверх или вниз. Вероятность одна вторая. Дальше. Он выбрал с одной второй вероятностью ползти наверх. Доползает вот до этой точки. У него снова два варианта. Влево или вправо. Нам нужен только один из этих вариантов. Вправо. Снова одна вторая. Дальше. Он ползет здесь. Вариантов не появляется. Вот в этой точке у него снова два варианта. Вверх или направо. Еще раз одна вторая. Он выбрал ползти вверх с вероятностью одной второй. Дальше оказывается вот в этой точке. И у него снова два варианта. Ползти к выходу A или к выходу D. Снова одна вторая. Итак, мы четыре раза будем перемножать одну вторую. Здесь получится одна шестнадцатая. И если посчитать, это будет 0,625. Вот с такой вероятностью ползет именно к входу D. Третья задача. Телефон передает SMS-сообщение. В случае неудачи телефон делает следующую попытку. Вероятность того, что сообщение удастся передать без ошибок в каждой отдельной попытке равна 0,4. Найдите вероятность того, что для передачи сообщения потребуется не больше двух попыток. То есть одна попытка или две попытки. Когда у нас есть слово или, это значит, что нам подходит либо первый, либо второй вариант. В таком случае вероятность мы будем складывать. Итак, вероятность, что при первой же попытке телефон передаст сообщение равна 0,4. Найдем вероятность, что это случится при второй попытке. Получается, что в первый раз телефон не смог передать сообщение. Эта вероятность будет 1 минус 0,4. 0,6. Итак, телефон не смог передать при первой попытке, а при второй смог. То есть 0,6 умножить на 0,4. Получаем 0,24. И найдем сумму этих двух вероятностей. Это и будет вариант при первой, или при второй. 0,4 плюс 0,24 будет 0,64. И последняя задача, один из самых сложных типов, это на автоматы, на два автомата, которые могут сломаться независимо или зависимо друг от друга. Итак, в торговом центре два одинаковых автомата, продают кофе. Обслуживание автоматов происходит по вечерям после закрытия центра. Известно, что вероятность события к вечеру в первом автомате закончится кофе равна 0,25. Такая же вероятность события к вечеру во втором автомате закончится кофе. Вероятность того, что кофе к вечеру закончится в обоих автоматах равна 0,15. Найдите вероятность того, что к вечеру кофе останется в обоих автоматах. Проще всего понять эту задачу на схеме. Итак, мы видим, что у нас у каждого из автоматов вероятность того, что закончится кофе 0,25. А вероятность того, что закончится в обоих 0,15. Давайте будем это изображать. Итак, изобразим двумя пересекающимися кругами вот эти две вероятности, что кофе закончился. Итак, то, что в одном закончился 0,25 и во втором закончился 0,25. То, что закончился в обоих, это вот это пересечение наших кругов 0,15. Что нам нужно найти? Нам нужно найти вероятность, что кофе останется в обоих. То есть вокруг обозначим вот такой прямоугольник, который будет означать, что кофе осталось. Соответственно, вероятность этих событий, то, что кофе останется или то, что кофе закончится, все вместе в сумме дает единицу. То есть весь этот прямоугольник закрашенный – это единица. И давайте будем вычитать из единицы вот эти вот площади двух кругов. Смотрите. 0,15 – это вот этот кусочек. Значит, вероятность того, что кофе закончится только лишь во втором автомате, будет 0,25 минус вот этот кусочек, 0,15. То есть 0,1. Значит, 0,1 – это вот здесь вот, вот эта вот часть. Соответственно, нужно прибавить 0,25 плюс 0,1. Это и будет вероятность то, что кофе закончился или в первом, или во втором автомате. Итак, 0,35 – то, что кофе закончился в первом или во втором. Значит, вероятность того, что кофе остался в обоих, будет 1 минус 0,35. Получаем 0,65. Вот такая задача. То есть здесь мы обошлись без формул, только на схеме смогли определить, какая же часть вот осталась в этом прямоугольнике, то есть кофе осталось в обоих автоматах. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Также переходите на мой канал, смотрите номер 2 из ЕГЭ-профиля. Там более подробно разбираю вероятность, потому что там задачи проще. И там мы прямо разбираем, как вычисляется вероятность, формулы, которые могут понадобиться и так далее. Не забудьте подписаться и жду вас снова. Спасибо. Спасибо.